Жители Ленинского района Ульяновска пытались заглянуть на 10 лет вперед. Каким должен быть район, в котором хотелось бы жить ульяновцам? Местные жители обсуждали вместе с экспертами Центра стратегических инициатив. Модераторы отмечают, чтобы инициативой жители работали, необходимо учитывать мировые и общероссийские тренды в экономике и демографии. Что мы наблюдаем? Главный тренд – это зеленая экономика. То есть все мы стремимся к экологичности. Сейчас даже простому потребителю в магазине важно, что он кушает, что он покупает, где это выращено и насколько это безопасно. Также ключевую роль играет цифровизация. С помощью одного клика на смартфоне ульяновцы могут купить продукты, лекарства, заказать одежду и оплатить счета. Эти отрасли участники стратсессии отразили в своих инициативах. Это и создание медицинского центра с современными технологиями, и улучшение речного транспортного логистического узла в районе президентского моста. Редко мы с вами заглядываем на 10 лет вперед. Все признаемся в этом честно, делаем это очень редко. И тем более редко кто-то из нас кладет это на бумагу, выражает это вслух и как-то пытается оценивать разные предложения. Вот сейчас мы собрались именно для того, чтобы выработать какие-то идеи, какие-то наши мечты, какие-то пути движения вперед. Предложили активисты создать институт семьи. В учреждении дополнительного образования будут работать логопеды и психологи, а все услуги для семей будут бесплатны. Ульяновцы отмечают, в городе недостаточно мест, где предоставляются бесплатные услуги для развития малышей. Еще одна идея – при рождении ребенка дарить семье квартиру или частный дом. Поэтому я считаю, что если при рождении ребенка государство будет просто дарить семье частный дом, где-то в пригородной зоне, я думаю, что стимулирование для рождения еще дополнительного количества наших граждан, оно будет однозначно. В блоке «Комфортная среда» в топ-предложение вошла идея создать на берегах Волги и Свияги пространство для всех возрастов, чтобы на свежем воздухе около воды ульяновцы могли не только отдохнуть, но и поработать дистанционно. Анна Тищенко, Улправда ТВ.